Академия 35 лет назад все те, кто собрался на плацу перед новенькими корпусами НВИМО, вряд ли представляли, что открывают вуз, который будет не просто готовить высоко квалифицированные кадры для страны, а воспитывать личности с особым складом ума и характера, вуз которому предстоит сформироваться как передовой научной базе, отвечающей запросам столь динамично развивающейся транспортной отрасли. Словом, тогда мало кто думал, что за каких-то три десятка лет НВИМО сумеет сделать то, что другим не удается и за более продолжительную историю. Станет лучшим вузом Кубани. Станет вот таким. Станет лучшим вузом Кубани. Морская государственная академия имени Федора Федоровича Ушакова в Новороссийске, она считается именно как морское учебное заведение одной из лучших в нашей стране и за рубежом, в общем-то, очень ценится. Здесь очень много работают и ректор академии Кондратьев Сергей Иванович, он является старейшим, вот как это не парадоксально звучит, он опытнейший, старейший ректор, он 10 лет уже на этой должности, хотя ему всего 43 года, но тем не менее он в отрасли самый заслуженный ректор. Даже по внешнему виду академии видно, насколько он продвинул само издание и техническую оснащенность. Ну и, конечно, в научном плане у нас сегодня эта академия одна из лучших. Здесь всегда организация, порядок так, как должно быть на флоте, вот здесь так оно и есть. В этой академии ни на шаг не отступают от парских традиций. Тогда, в середине 70-х, когда все только начиналось, ни о каких традициях еще и речи не шло. Постановление Совета Министров о создании в Новороссийске нового вуза было опубликовано 30 апреля 1974-го, а принять первых курсантов он должен был уже в сентябре 1975-го. Открыть двери нового вуза означало не только возвести корпуса. Нужно было сформировать достойный профессорско-преподавательский состав, подготовить материально-техническую базу. Решать такую стратегическую задачу правительство поручило настоящему профессионалу, до тонкостей знающему свое дело, талантливому организатору Владимиру Ивановичу Удалову. Он был человеком героической судьбы, прошел две войны, финскую и Великую Отечественную. Избрав для себя профессию моряка, оставался верен ей всю жизнь, пройдя путь от матроса до капитана дальнего плавания, руководителя крупнейшего вуза страны. И даже после выхода на пенсию, еще 14 лет он продолжал работу на кафедре. Академия обязана Удалову не только своим рождением. Он добился, чтобы здесь открыли не два факультета, судовождение и судомеханика, а ввели еще один, радиотехнический. Ему удалось продвинуть идею создания кафедры военно-морской подготовки. Люди, которые пришли и как офицеры, и как преподаватели, как курсанты, школьники вчерашние, у них все было впервые. И, наверное, вот эта восплоченность, которую строили училище, одновременно и учились, и строили, и все прочее, вот она и дала некоторую вот эту общность, которая, в общем-то, не прекращается до сих пор. Знамя НВИМУ сразу было поднято на очень серьезную высоту. Это касалось всего. Науки здесь занимались серьезными разработками в области эксплуатации и управления кухнотоннажными судами, танкерным флотом, борьбы с загрязнением моря и аварийными разливами низкой. Это касалось курсантов. Высокий проходной балл требовал отличных знаний по физике и математике. Даже строительство, такой маленький штрих, мебель в актовый зал изготавливали по спецзаказу. Ее доставке пришлось ждать полгода. Но это того стоило. НВИМУ был лучший зал в городе. В первую очередь, что Академия дала, это осуществление мечты. Самостоятельность, приобретенная там, вместе с той мечтой, которая детская, юношеская была достигнута, оно дало понимание жизни во всех ее проявлениях. Кто ты, на что ты действительно способен. Что дала Академия для человека, который связал свою судьбу с морским бизнесом? Наверное, практически все. Дала сумасшедший багаж знаний. Дала чувство коллектива. Академия дала друзей, с которыми на сегодняшний день 16 лет дружбы не прекращаются. Это практически уже семья. Именно такая хорошая, крепкая морская семья. Академия отдала, наверное, в первую очередь путевку в жизнь. Она создала систему понимания нравственности. Это самое главное было. Но в большей степени, мне кажется, что она научила мужской дружбе. Потому что мужской коллектив. И, естественно, потом знания. Потому что сессии, они были жесткие. Они все учились, давали, зубрили. Затем строевая подготовка, военная кафедра. И это очень-то вырабатывало характер. Всем в жизни это пригодилось. Я считаю, что это очень важное заведение. И нам повезло, что оно в нашем городе. За всеми цифрами и достижениями стояла ежедневная, напряженная, кропотливая работа всего коллектива. Молодого, но очень перспективного вуза. Любые воспоминания о чем-то всегда оказываются воспоминаниями о себе. И как тут не вернуться в прошлое, когда памятны такие моменты? Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Все начиналось с задумки начальника Новороссийского морского пароходства Сыченникова. И главного инженера Крышкина. Пригласили меня посмотреть и сказали, что здесь будет высшее инженерное морское училище. Я и приехал. И увидел, как здесь только размечали фундаменты, тянули линии, где копать, что делать и так далее. И уже 24 апреля я уже сюда приехал на набор. Первый ректорат. Сразу же было принято решение создать здесь училище, чтобы у нас была своя история и свое направление. А отличались мы, чтобы высокой дисциплиной, порядком, организованностью, высокой успеваемостью. Это было неукоснительно с подъема до отбоев. По фронтовому начинали мы 1 сентября. Надо было завести секретное оборудование. Один только документ, который регламентирует, что у нас должно быть. Я же его не повезу, что в секретный с собой. Я беру листы бумаги, нарушаю все инструкции, выписываю то, что мне надо. Все это в карман. И полетел в Севастополь. Благо, командующий Черноморским флотом, мы с ним хорошо были знакомы. Чего тебе надо, квартиру? Я говорю, нет, мне надо оборудование. Вот, пожалуйста, листочки подпишите, выдать, выдать, выдать. Будущим молодым преподавателем, ассистентом я был брошен на очень важный участок. Это общая академическая газета «Малоземелец». Не поверите, но когда мы ее вешали, там все время толпа опросовывалась. Ключая начальник академии был, когда Гузеев у нас, Валентин Тихонович, он, значит, никогда заранее не поверял, но был в числе первых. И эта масса людей, она не рассасывалась в течение дня. Я приехал сюда, в Новороссийскую академию, 7 января 1976 года. Людей в академии было очень мало. И даже мы тогда, молодые преподаватели, стояли дежурными в училищу. Помню, на 23 февраля сорвался жесткий нардост, и курсанты, как ежики, сидели без света. Вечером перетаскивали койки в подветренные кубрики, ложились в шинелях. Утром перетаскивали эти койки, расставляли обратно в наветренных кубриках. Смену постов осуществляли очень просто. Выбирали 5-6 курсантов поздоровее, одевали в шинели. Они облепляли двоих-троих вахтенных. И вот такой тесной, дружной кучкой перебирались от корпуса к корпусу. А обратно вели тех, кто смелился. В академии есть особый дух. Этот дух формировался с первых самых наборов и по нынешний день. Он прививается к курсантам, преподавателям, которые работают с самого начала этой академии, работают до сих пор. Это что-то внутри, что есть у каждого курсанта академии, общее у нас у всех. Биография человека всегда связана с историей страны. Связана необычайно прочно. И порой бывает очень трудно выделить что-то сугубо личное. В 81-м завершилось строительство 4-го курсантского общежития. В 84-м продолжились работы на 2-м учебно-лабораторном блоке. Но началась перестройка и финансирование прекратилось. Политические и экономические изменения начали влиять и на климатическую ситуацию в училище. Никого не спросив, пришли лихие девяностые. Корабль под названием «Нвиму» попал в сезон сокрушительных штормов. Главное было выжить, удержаться на плаву, сохранить экипаж и судно. Высшее образование было загнано в угол. Вузы умирали. Новое руководство, тогда начальником был Олег Иосонович Меньшенин, искало способы выживания. А это давалось нелегко. В 92-м году училище становится НГМА. Появляются новые специальности. Важнейшей вехой 90-х стало открытие диссертационного совета. Кстати, первым здесь защитил диссертацию Сергей Кондратьев, который уже через 5 лет станет ректором Академии. А через 15 возглавит этот диссертационный совет. В 97-м на базе НГМА открывают Южный региональный центр дополнительного профессионального образования. Вузам сказали, зарабатывайте сами. Как при этом расширять фундаментальную базу, достраивать учебный комплекс, было непонятно. Впервые с момента образования НГМУ набор учащихся сократился в разы. Государством были свернуты большинство научных разработок. Последствия этого забвения науки отбросило Россию на несколько десятилетий назад. Но даже в таких условиях здесь старались не растерять тот потенциал, который был заложен в училище. Сохранить самое главное – людей. Оценивая ситуации с позиции времени, можно сказать, выжить удалось во многом благодаря базисной ценности Академии – ее коллективу. Я считаю, что самое ценное в нашей Академии – это люди. Я благодарен своей судьбе, что мне удалось поработать с этими людьми. Такими, как Олег Петрович Хайдуков, который создал методическую базу на нашей кафедре. Юрий Константинович Головин, который также участвовал в этом процессе, был начальником нашей кафедры. Коценко Николай Васильевич, который методическую базу и учебно-лабораторную базу создавал своими руками. Начальники факультета военного обучения. И вот об одном из них, Сергей Иванович Губе, кандидат в технических наук, доценте. Хотелось бы сказать особо. Очень много сил, очень много старания, умения, человечности, доброты, тепла. Он внес в создание нашего родного факультета и, соответственно, нашей Академии. К 30-летию создания нашего факультета он предложил создать историю факультета. Началась экспозиция с иконы святого праведного воина Федора Ушакова, чьим именем названа наша Академия. Ну и вся экспозиция, которая располагается здесь, отражает все этапы деятельности нашей жизни. С Олегом Петровичем Хайдуковым мы работаем более 10 лет. Он возглавил Академию в конце 90-х годов. Это было не самое простое, достаточно сложное время для Академии. И во многом благодаря его огромному жизненному опыту, высокому профессионализму, трудолюбию, трудоспособности и умению организовать работу, эти трудности были преодолены. И считаю, что такие люди являются богатством Академии, ее силой и ее честью. Казалось, перед коллективом стояла невыполнимая, поистине титаническая задача – создать, по сути, новый внук. Редактор субтитров А.Семкин Эта всемирная история отводит на эпоху Возрождения десятки лет. Академии надо было восстанавливать все и сразу. Сделать определенные преобразования попытался очередной руководитель ВУЗа Василий Николаевич Усуляк. Однако накопилась астрономическая сумма долгов – более 2 миллионов долларов. В условиях, когда надо менять теплотрассы, делать капитальный ремонт, добиваться круглосуточного водоснабжения, не приходилось даже мечтать о качественном развитии Академии. Требовалась кардинальная реконструкция экономики. 99-й год стал для ВУЗа переломным. На выборах начальника Академии коллектив безоговорочно поддержал стратегию развития, предложенную молодым ученым Сергеем Кондратьевым. Вернуть утраченные позиции для него, бывшего выпускника НВИМУ, было делом принципа. Коллектив, так нуждавшийся в хороших переменах, буквально воспрял духом, когда стали гасить долги, когда в Академии начался капитальный ремонт, первым за всю историю. С этого поворотного момента прошло 10 лет. И вот только некоторые итоги. Бюджет Академии увеличился в 17 раз, капитальный ремонт и оборудование вложено более 700 миллионов рублей, а зарплата работников выросла в 11 раз. Если в 99-м году люди уходили из Академии, то сегодня устроиться в Ушаковку практически невозможно. И у этого красавца-катамарана название Академии совершенно не случайно, и на борту всех трех вузовских яхт так слаженно действуют не дети олигархов, а обыкновенные курсанты МГА, увлеченные в парусный спорт. Курс на Стамбул. Есть. Года три назад мне посчастливилось быть в Соединенных Штатах Америки, как они считают, в лучшем вузе мира. Это Калифорния, высшая морская школа. И когда они увидели те тренажеры, с которыми мы работаем, то заместитель спросил у нас, так а зачем же вы сюда приехали? У вас такие установки там. И в итоге он предложил, давайте на следующий раз мы как-то договоримся и проведем совещание по развитию подготовки морских специалистов вообще в мире на базе Новороссийской государственной морской академии. Возникла идея пригласить Филиппа Лорензон к нам в Академию для чтения спецкурса нашим курсантам, ну для того, чтобы все-таки это был действительно серьезный европейский уровень. Я испытала настоящую гордость, когда он увидел наши корпуса учебные, мы его повели на тренажеры, повели в мраморный зал в Актовый. Когда он все это увидел, уровень академии его, конечно, потряс. Он был очарован курсантами, их уровнем английского, их уровнем знания права, морского права. И до сих пор просится каждый год к нам приехать. Очень рад, переписывается с нашими курсантами. Когда перед тобой идет строй вчерашних первокурсников, а ныне выпускников, щемит сердце. Ну а более приятно, когда встречаешь выпускника, который идет в Центр региональной подготовки, повысит уровень своего образования, и поздоровавшись, задаешь вопрос. Ну что, ты уже третий? Четвертый? Говорит, Юрий Григорьевич, я уже старший. Про новый морской учебно-тренажерный центр, работы по его строительству продолжаются, нужно вообще отдельный фильм с ним. Вот где пожалеешь, что телевидение не передает всех ощущений. Здесь, на современном навигационном мостике, с круговой визуализацией, ты реально испытываешь морскую качку. Причем данную ситуацию можно отработать на 180 различных типах судов, начиная от небольшой яхты и заканчивая крупноконнажными танками. У моряка есть возможность пройти более 200 судоходных районов повышенной опасности. Еще одна особенность комплекса – три дополнительных навигационных мостика с визуализацией в 230 градусах. Здесь отрабатываются задачи совместного плавания. В переговом учебно-тренажерном центре, в крытом бассейне, оснащенном реальным судовым спасательным оборудованием, подготовка идет круглый год. Юр-ЦДПО разрабатывает и новые идеи. Так Россия только начала активно работать на морских шелихах, а здесь уже во всю ведут переподготовку специалистов в этой области, на новом тренажере, позволяющем отрабатывать схему спасения людей из вертолета, терпящего бедствия на воде. На базе Юр-ЦДПО действует и Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями, где готовят спасателей для ликвидации последствий разливов нефти. Словом, тот факт, что Центр только за последний год провел 16,5 тысяч подготовок и в целом полностью закрывает все потребности ЮФО в подготовке специалистов, совсем не удивляет. Особая мера ответственности ложится на ВУЗ и в связи с повышенным вниманием к нему со стороны Министерства транспорта. Морская государственная академия постоянно становится площадкой для проведения крупнейших совещаний. Здесь проходили Морская коллегия при правительстве Российской Федерации, Совет капитанов портов России, ежегодные советы Федерального агентства Росмор-речфлота, межведовственные совещания, например, по вопросам ликвидации пожаров на судах или ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве. Репутацию лидера российского образования и науки ВУЗу создает работа самого ректора. Сергей Кондратьев вот уже два года руководит Советом ректоров Росмор-речфлота, одновременно являясь членом Постоянного Совета Росмор-речфлота и Экспертного Совета Комитета по транспорту Государственной Думы. О том, какую пользу принесла эта деятельность для модернизации отрасли, говорит оценка Морской коллегии при правительстве России. В этом году ректор ВУЗа награжден медалью за отличие морской деятельности, а весь коллектив – почетной грамотой Государственной Думы Российской Федерации за активную общественно-политическую деятельность. Мне очень приятно поблагодарить вас за совместную работу, поблагодарить за то, что мы сотрудничаем сегодня в законотворческом процессе. Разрешите мне почетную грамоту и почетный знак к этой грамоте вручить моему другу, начальнику Морской Академии Сергею Ивановичу Кондратьеву. Научная работа в Академии – это особая задача, которую ставит перед ВУЗом общество. Здесь действуют два докторских диссертационных совета. В аспирантуре готовят кадры по восьми научным специальностям. Ведут разработки четыре научные школы. Академия движет прикладную науку в транспортном судоремонте, транспортном радиооборудовании, транспортном навигационном оборудовании. Необходимо было создать так называемую глобальную морскую систему связи и безопасности на море – ГМССБ. Она сейчас посажена от Сочи до Таганрога. Это прямое детище научной академии. Следующим этапом пошла система управления движением судов с современным оборудованием, стреливанием СУЦ и АИС – автоматизированная идентификационная система. Еще есть очень крупная разработка у нас – экраноплана. Он летит над водой на высоте метр-два. Ну, очень сложное устройство. Это ответвление от направления, связанного с судами на подводных крыльях. Работа аспирантуры и докторантуры, соискательства и диссертационных советов защищено десятки диссертаций. А это новые молодые силы. Одним из самых перспективных высших учебных заведений Европы назвал МГА имени Федора Ушакова председатель специальной комиссии Евросоюза Жан Трестуар. По морским специальностям Академия аккредитована и в Совете Европы, и в Международной морской организации. Ежегодно в группу компаний «Новороссийский морской торговый порт» приходят выпускники Новороссийской государственной морской академии. И, вы знаете, выпускников академии всегда отличало глубокие знания специфики морского транспорта, эрудиция и целеустремленность. Многие выпускники занимают руководящие посты в группе «Новороссийский морской торговый порт». Говоря о дате 35-летия со дня образования Новороссийской государственной морской академии, мне бы хотелось отметить, на мой взгляд, важный существенный факт, что проделана большая работа профессорско-преподавательским составом по становлению академии и превращению академии не только в ведущее учебное заведение, но и в крупный научный центр на юге России. Отрадно отметить, что коллективам академии трепетно сохраняются традиции морского образования в России. Многие выпускники академии сегодня уже работают и капитанами, и старшими механиками, и руководителями предприятий морской отрасли страны. Показатель благополучия, престижа любого предприятия – это его династия. К примеру, Левченко Василюки. По стопам главы семейства легендарного адмирала Гордея Левченко пошел и его внучатый племянник – капитан первого ранга, ставший первым доцентом на факультете военного обучения академии – Виктор Василюк. Его зять Юрий Кузьмин был выпускником ВИМУ, а сейчас в академии учится праправнук великого адмирала – Максим. Подобных примеров, когда Ушаковку заканчивали сразу несколько поколений в одной семье, но в российские сотни – Садовниковы, Баданины, Синельниковы, Сиркуновы – всех не перечислить. Но не только морские династии – предмет особой гордости. Династии преподавательские – не менее высокая оценка вуза. Это у нас надо забиться на плотность. Когда училище в 1975 году открыло свои двери, то первым и единственным профессором долгое время оставался Василий Тульчий. Он возглавлял кафедру механики и математики. Первым применил технические средства обучения и создал телевизионную систему преподавания. Еще одним его достижением вполне можно считать воспитание такого сына. В 10-м классе Валерий Тульчий занимает 3-е место на Всесоюзной Олимпиаде по математике. До сих пор помнит, как награду вручали великие академики. После университета он начал преподавать МВИМУ. В 1984-м возглавил кафедру высшей математики. А сейчас Валерий Васильевич – начальник факультета экономики и управления. Кстати, его дочь Оксана тоже закончила академию. Разгон сюда идет. 30 лет. 50 лет жизни отдал морской отрасли Анатолий Бачищев. Его многочисленные изобретения, к примеру, передача груза вот таким способом, при волнении моря до 6 баллов, запатентованы и с успехом применяются на флоте. И если бы его разработки в области логистики использовались в решении всем известной ситуации с большегрузами, этой многокилометровой пробки попросту не было бы. Модель, позволяющая просчитать все операции, связанные с транспортировкой любого груза, любым видом транспорта – это его совместная с дочерью работа. Инесса Анатольевна пошла по стопам отца и сейчас уже заведует кафедрой АПУТ. А зять Анатолия Васильевича Дмитрий Стрельников – ведущий инженер по информационным технологиям ЮРЦДПО, доцент кафедры физики, кандидат технических наук. Заканчивает академию и внук Анатолия Бачища – Денис. Светлана Ефимовна Иванова совершила, по сути, маленькую революцию. Экономический факультет своим появлением обязан ей. И теперь в этом сугубо мужском вузе обучаются и курсантки. Она сформировала в Академии целое научное направление, изучающее проблемы экономики, менеджмента и управления на транспорте. В рамках него за 20 лет защитилось более 20 кандидатов экономических наук. Словом, ее сыну Максиму было с кого пример брать. Сейчас он уже начальник кафедры финансы и кредит на морском транспорте. В Ушаковке работает и его жена, кандидат экономических наук Мария Иванова. Представитель другой преподавательской династии, а их в Академии больше двух десятков. Наша Академия – лучшая Академия. Я знаю Академию в Санкт-Петербурге, в Владивостоке. Это несравнимое. Почему она лучшая? Потому что люди собрались заинтересованные, с душой относящиеся к своему делу. Это не только хорошие преподаватели, но и командиры, ну и уборщицы, обслуживающий персонал. Вот все это создает свою атмосферу. И, конечно, наши дети, глядя на нас, которые бегут, бегом в Академию ежедневно, тоже хотят учиться здесь, работать здесь. Такие примеры, такой пласт из традиций, научных достижений позволяют не только учить, но и воспитывать. Поэтому и начинается все даже не в первый день учебы, и даже не с этой клятвы. А начинается все с мечты. Клянемся заслужить отличной учебой, примерным поведением, высокой сознательностью и активным участием в общественной жизни почетное звание советского моряка. Клянемся! 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 Когда переступаешь порог Академии, ощущаешь особый дух, особые традиции. Такого нет нигде, я уверена. В Морской Академии нас не только учат, но о нас заботятся и воспитывают. Так что можно сказать, что это как второй дом. Они настолько проникаются духом Академии, что в течение всей последующей жизни, всегда и везде, стремятся быть исключительно первыми. Практически каждый руководитель предприятия морской отрасли Юга России – выпускник МГА. Обучение Новороссийской Академии, эти знания, тот опыт, который дают преподаватели, который оттуда я вынес, помогли мне в течение многих лет руководить одной из крупнейших компаний города и добиться тех результатов, которые сегодня мы. Я очень горжусь тем, что являюсь выпускником этого замечательного вуза. Сегодня учиться в Академии престижно. Коренные, непередаваемые словами изменения произошли за последние 35 лет не только во внешнем облике Академии, в ее зданиях, территориях, внутренних помещениях. Очень качественно, можно сказать, кратно изменилась в сторону совершенства и учебная, техническая база. Сегодня Академия получила в свое распоряжение современное оборудование, тренажеры, не имеющие аналогов в Российской Федерации. И все это позволяет не только готовить специалистов в морской отрасли очень высокого класса, но и позволяет активно внедряться в процессы разработки технической оснащенности порта Новороссийск в частности. Мы, конечно, очень тесно взаимодействуем с Академией, администрацией морского порта по всем вопросам, которые требуют научного обоснования. Ушаковцы – это коллектив ярких индивидуальностей. Если творчество, то именно вокалистов Академии приглашают на празднование 200-летия транспортного образования России. Из всех транспортных вузов только здесь сохранили свой оркестр. Им все 35 лет руководит Руслан Черкезов. И когда на транспортном форуме в Сочи ждали Владимира Путина, то встречал почетного гостя именно оркестр МГА. Академия на слуху и на виду, и порой создается впечатление, что в Новороссийске из молодежи только курсанты Ушаковки и есть. Разрабатывая поправки к законопроекту о морских портах, мы даже не догадывались, что это заинтересует Государственную Думу. Но когда был закон принят и внесли наши поправки, мы были горды, что внесли свою лепту в законопроект. «Селегир-2010» – Международный образовательный форум, который я буду помнить всю свою жизнь. Именно потому, что там, где собрались ребята со всей страны, со всего мира, именно наш проект о молодежных участковых избирательных комиссиях удостовался гранта. Гранта Фонда национальных перспектив. И для нас это высшая оценка нашей работы. Такое мироощущение не позволяет оставаться в стороне, и когда случается беда. Так было всегда. 31 августа 1986-го, тогда курсанты самоотверженно бросились на помощь пассажирам тонущего адмирала Нахимова. В ноябре 2007-го года в Керченском проливе, когда жили в палатках и пытались спасти птиц, гибнущих десятками. Полностью ликвидировать последствия удара, нанесенного природе, ребята, конечно, не могли. Но сейчас на кафедре химии и экологии разрабатывают новую технологию очистки птиц и животных, ставших жертвами нефтяных загрязнений. А это лето 2002-го. Указом президента России награждают начальника академии, офицеров и курсантов медалями за спасение погибавших. В первые минуты стихии, когда город охватила паника, командование вуза тут же организовывает спасательную операцию. Результатом таких молниеносных действий стали спасенные человеческие жизни. Но Российская морская академия является крупнейшим, лучшим, наиболее профессиональным, наиболее продвинутым центром обучения в нашей стране. Мы, как старейшая танкерная компания России, в полной мере ощущаем тот вклад, который ваше учебное заведение привносит в этот процесс. Ваши выпускники становятся лучшими людьми в крупнейших шиппинговых компаниях уже всего мира, лучшими людьми в городе, известными людьми в стране. Заслугой в том, что Новороссийская морская академия занимает, не побоюсь этого слова сказать, что первое место в стране по качеству обучения, принадлежит коллективу академии, лично ее начальнику Сергею Ивановичу Кондратьеву, который, будучи продвинутым ректором в нашей морской индустрии, привнесший много новых идей и менеджерских способностей, одновременно являясь одним из видных городских политиков. И результаты его деятельности чувствует вся морская индустрия, чувствует город Новороссийск, чувствует Краснодарский край. В Новороссийске трудно найти семью, которая так или иначе не была бы связана с морем. А значит, в Морской государственной академии вполне можно присвоить статус градообразующего вуза, который живет с городом буквально одной жизнью. Это гордость, визитная карточка города Герой Новороссийска. Академия сегодня имеет сателлиты, это учебное заведение в Ростове, в других городах. Они готовят младший, кажется, комсостав на работу на флоте. И вот хотел бы сказать спасибо за активное участие в позицию, которая сегодня есть и Сергея Ивановича, руководителя, и в коллективе, потому что Академия принимает активнейшее участие в жизни города, принимает участие во всех мероприятиях, молодежных, праздничных, патриотических. И мы все убедились, что каждый, наверное, третий, пятый выпускник Академии, это все жители города Новороссийска. Вот, может быть, у нас и получилось вывести уникальную формулу, благодаря которой диплом Академии – стопроцентная гарантия качества, жизненного успеха. Для тысяч выпускников эта дверь – счастливое, интересное, благополучное будущее. Лет десять прошло, и десять пройдет, Пусть сбудется все, хотя бы на треть нам в жизни везло. Пусть вам повезет, а значит, не зря мы начали петь. В добрый час, друзья, в добрый час. Новороссийская морская академия присвоена имя великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова. Как известно, Федор Федорович Ушаков не знал на море поражений. Мне бы хотелось пожелать коллективу Новороссийской морской академии новых побед. Я хочу поздравить, прежде всего, ветеранов Академии, весь профессорско-преподавательский состав, выпускников Академии, нынешних курсантов с этим замечательным праздником и пожелать, конечно же, всем крепкого здоровья, огромного личного счастья и, как говорят моряки, попутного ветра и семь футов подкили по жизни. Новороссийскую морскую академию ждут самые блестящие перспективы. Качество и квалификация российских моряков прошла пробу временем, прошла пробу испытаниями и является в настоящее время неким эталоном. Мы гордимся своей историей. Источником наших побед мы считаем тот неповторимый особый дух преданности и самоотдачи созданы нашими ветеранами во главе с Судоловым и Меньшининым. Мудрость нашего ученого совета. Ежедневный, отлаженный, кропотливый труд многотысячного коллектива, создающего будущее, экономическую мощь нашей великой Родины. В наших стратегических планах в ближайшее время предусмотрен переход в статус университета. Удвоение материально-технической и учебно-лабораторной базы. Это позволит нам кратно увеличить наши экономические показатели. Мы расширим спектр и объем подготовок. Усилим свои конкурентные позиции на всех уровнях образования. От начального профессионального до подготовки кадров высшей квалификации, кандидатов и докторов наук. На нашей базе будет создан научный центр, инновационные предприятия и технический лицей. Впереди этап энергичного развития. Полный вперед, дорогие друзья! Продолжение следует...